Всем привет! С вами детская из студии черепашки-рисовашки педагог Марина. И сегодня мы рисуем пион. Мне очень нравится. Вот я приготовила гуашь, а уже открыла, как вы видите. И сначала начинаем с фона. Мне очень нравится сам пион. Он такой яркий, нарядный, красочный. Мы попробуем сегодня все это передать. Для этого мы начнем, наверное, с фон. Сделаем голубоватым оттенком, нежно-нежно-голубой. Светленький. Надо, чтобы фон у нас получился. Прям светленький-светленький. Потому что на нем будет красиво смотреться наш пион. Чтобы мы этот пион заранее рисовать не будем. А как всегда, рисуем без карандаша. Можно вот этот голубой цвет сделать на палитре. Я вот так, для быстроты. Но с детками мы всегда этот цвет создаем. Видите, где темнее, где светлее. Все это нормально, все это хорошо. Пойдет живописное такое решение фона. Так, сейчас у нас вот так вот он будет цвести. Попробуем его изобразить. Вообще пион, знаете, цветок сложный. Я посмотрела много фотографий. У него там как бы структура-то похожа. Но очень большое разнообразие. Он может быть только зацветающий. Цветущий пион. В общем, и он меняет свою форму. Но мы сейчас создадим, попробуем образ. Образ пиона. Хорошо? Так, мы, значит, берем дальше. Приступаем к нашему. Сначала бутон нарисуем. А потом зелень. Берем вот розовый цвет. Прям вот такой вот, наверное, розовый. Да? И где-то у нас вот тут вот такую рисуем. Ну вот форму облака такой, да? Здесь у нас будет эта шапка. Ну вот внутренность нашего пиона. Так. Изобразить его тоже. Я тоже сначала думала, как же вам попроще его нарисовать, что ли? Ну, трудная форма, честно говоря. Теперь я взяла потемнее. И вот вокруг нашего рисую лепестки. Ну, опять, как у вас получится? Значит, вот один лепесток нарисовала. Вот тут один лепесток нарисовала. Вот который спереди, эти лепесточки, они вот какой-то такой вот формы, неопределенной пока что, да? И вот тут. А вот сзади, как бы, их там и не видно. У нас эта шапка загораживает. Поэтому вот задние листочки, они будут такие маленькие, небольшие. Так. Вот. Или вообще их не видно, да? Пока еще на пионта и не похоже, да? Здесь у нас еще будет вот такой один нерасцветший. Вот такой вот бутон. Так. Ну что? Теперь, что мы делаем? Берем кусочек бумажки. Вот я беру. Вот. Скомкиваем его. Мы уже любим такой прием. Мы уже часто, кстати, такой прием делали. Листву мы рисовали. Посмотрите наши другие видео, и вы увидите. Так. Вот видите, какая-то интересная композиция. Теперь на палитре возьмем вот прям пурпурный цвет. А можно розовый тот же. Или прям сюда вот так вот нарисовать. И теперь мы будем создавать вот здесь вот внутри структуру нашего вот этой вот. Ну, как сказать. Сами листики, вот они так-так мохнатятся, что даже если не знаешь их, как еще нарисовать. А вот эта вот бумажка скомканная нам очень хорошо вот это передает. Вот именно тут он в центре и такой мохнатый. Теперь берем, сделаем все это белым или свет. Наверное, даже белым, потому что белый помешается. Или вот светло-свет. Ну-ка, сейчас мы вот размешаем вот тут светло-розовым. Может быть, деть другую бумажку. Посмотрим. Может быть, то же самое. Все. Оп. Так. Пошли, пошли, пошли работать. Так, еще наполняем. И вот так делаем, пока нам результат. Только наш этот красный-то не совсем мы его как бы убираем. Потому что он как бы нам нужен. Вот у нас вот такие вот пошли. Так, теперь, возможно, надо поработать тоненькой кисточкой. Прямо белой красочкой. И вот такие вот где-то вот тут вот маленькие загобулинки. Совсем маленькие. А может быть, можно так же это сделать бумажкой и ограничиться. Да, вот. Вот это у нас центр такой. Центр. Вот такой кудрявый-кудрявый наш пион получается. Так, давайте-ка мы кое-где беленьким пройдемся по нашему пиону. По нашим основным листьям кое-где. Потому что он тоже тут как бы подсветляется. Ну, в общем, начинается тонкая работа. Основной вот этот прием это лепестки. Да. Так. Вот я синенького немножко даже добавила для того, чтобы... Лучше фиолетового, не синего, а фиолетового. Так. И вот здесь где-то я мало красного убрала. Я вот его так же вот где-то, 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 где-то добавлю. А то что-то все перекрыло. Особенно вот тут вот внизу. Вот там наш лепесток. Оп-хоп. Где-то, может быть, снизу тоже вот так вот подведем темненьким. Да. Угу. Оп. Так. Ну, теперь нам... У нас пион готов. Вот такой вот он у нас получился. Сейчас будем рисовать зелень. Для этого берем среднюю, наверное, кисточку. Сначала подведем... Я вот хочу темно-зеленым. Так вот у нас будет. Вот. И здесь у нас будет вот от нашего цветочка. Да? Оп. Так. Ну, а теперь наша задача. У пионов вот такие вот большие, широкие листья. Посмотрим. Не обязательно все заполнять. Ну, вот кое-где-где нам нравится. Так. Может быть, даже еще ярче. Вот несколько листиков. Теперь по зелени также пройдемся светло-зеленым. Так. Берем светло-зеленым и пройдемся по цветам. Так. Чтобы придать живописность. Да? Трудный, да, цветок? Ну, попробуйте. Не обязательно, чтобы у вас, как у меня, получилось. Ну, в общем-то, интересно его нарисовать. Да? Так. Так. И это на свету. И в тени тоже можно синеньким кое-где подчеркнуть. Так. Ну, посмотрите уже сами, да? Где вам надо подчеркнуть. Оп. Вот. Вот такой вот красавец цветок у нас получился. Сейчас я еще чуть-чуть вот тут тоже сделаю вот парочку. Потому что где-то еще прямо хочется беленьких-беленьких. Вот тут вот сверху. Сверху. Верхнюю часть вот подбелить. Ну и все. Вот наш цветочек-то и готов. Так. Вам нравится, как у нас получилось? Попробуйте и вы. Сейчас я сниму скотч так и покажу, как у нас смотрится наша работа без рамки. Если вы хотите пробовать рисовать еще и другие цветы, не только этот пион красавец, подписывайтесь, рисуйте вместе с черепашкой, рисовашкой. И мы будем с вами фантазировать, рисовать много других цветов. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. Так. Ну вот, наш пион. А сейчас я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока. Пока.